Приветствую вас, довольно сложно отвечать, когда несколько коллег уже высказалось и высказалось достаточно хорошо, вот, каждый с своей точки зрения, понятно, каждый со своей позиции, со своей школы, вот, например, в лице Кудрячева Игоря Леонидовича мы можем видеть, такой, вот, непреломляемый свет транзактного анализа. Вот. Ну, я всё же попытаюсь, я всё же попытаюсь дать ответ на вопрос, надеюсь, всё это вам поможет. Итак, вы пишете. Вы слышали на курсах о том, что каждый ребёнок в детстве проживает идти по ВУФА, то есть, когда девочка влюбляется в ВУФА. Да, это, в принципе, правда, действительно, это так, ну, правда, правда, значимость этого существенно преувеличивается в психоанализе, вот, и значимость этого зачастую очень-очень мала, и практически на что не влияет, потому что происходит это стихийно, происходит это в достаточно раннем возрасте, вот, когда ребёнок, там, грубо говоря, ну, ещё даже не понимал, что это происходит. Так же это происходит. Вот. То есть, здесь, ну, как бы, эдипов, эдипов, эдипова фаза или фаза электро, и она не имеет такого важного значения, но оказывает некоторое влияние на последующее гендерное поведение человека. Когда девочка влюбляется в ВУФА, в скобочках пишите ВЫ, в кавычках пишите ВЫ, а почему в кавычках, если никаких кавычек тут нет, девочка действительно влюбляется в ВУФА, вот. Но это совсем не та же самая любовь, которая может быть, например, у, скажем, 16-летнего подростка к мальчику тех же лет. Это совсем не та же самая влюблённость. То есть, мы-то, вот, понимаешь, что такое эдипов комплекс, да, эдипова фаза, и говоря о влюблённости, мы-то подразумеваем влюблённость в ту, которая присуща взрослому человеку, относительно зрелому человеку. А она-то, эта эдипова фаза-то проистекает в детском возрасте, и там-то влюблённость совсем другая. Понимаете? Влюбиться там романтическим чувством может только мужчина или женщина, а мужчина и женщина там, в эдиповом-то, в эдиповой фазе-то нет ещё, есть ребёнок. Мужчина и женщина, ему ещё только предстоит стать мужчиной или женщиной, да, вот. Поэтому говорить о влюблённости нет. Говорить о влюблённости именно такой, который вы, скорее всего, подразумеваете, я бы, наверное, не стал. Я бы, наверное, сказал о желании иметь об отревности в принадлежности только тебе, только мне, а вот, соответственно, отца либо матери. Это да. Я бы сказал о ревности, например, к родителю. Опять же, не такой ревности, как её испытывают зрелые люди, половозрелые люди, да. Это ревность другая. Она не похожа на ту ревность, о которой мы привыкли говорить. Она не похожа на ту ревность мысли, о которой приходит, когда мы говорим это слово. Это совсем другая ревность, понимаете? Какая штука. Я воспитывалась мамой одна в окружении одних только женщин. И вот ключевой момент здесь в том, что воспитываясь одна в окружении только женщин, женщина, а вы не умеете быть женщиной, потому что женщиной можно быть только в контексте, в контексте, в контексте мужчины, мужчина. Женщиной можно быть только вот именно с мужчинами, если мы говорим о поведении, да. Женщиной можно почувствовать себя так так, когда ты соприкасаешься с кем-то на тебя не похожим. Человек может ощутить себя человеком в полной мере, только если он соприкоснется с кем-то на него не похожим. Вот. Ну именно поэтому человечество имеет свои проблемы, которые имеет, потому что ни с одной разумной раз, человек до сих пор не так, ну, животное не все. Если бы не было животных, все было бы еще хуй для человечества. А получается, что я не прожила эдиповую фазу. Нет, почему? В некотором смысле вы ее прожили, а вы прожили фазу электро, вы были влюблены в свою маму, скорее всего, если мы говорим в такой терминологии. Вы пережили и прожили потребность в том, чтобы ваша мама вам принадлежала. Могу сказать, что лет восемь-одиннадцать я однажды влюблял своих учительниц, но потом меня отпустило. Опять же, в учительнице вы видите свою маму, видели свою маму, именно поэтому вы влюблялись в учителей. А я влюбляюсь в мужчин все хорошо, только влюбляюсь не взаимно. Ну, здесь, вероятно, у вас есть скрытое такое понимание, что отец, ваш отец, он, вы ему не нужны. И вы влюбляетесь в мужчин, которым вы не нужны, чтобы доказать себе, что вы действительно не нужны с мамцом. Вот. Ага. Ну, это, скорее всего, так. Скорее всего, так. Это первое. Второе, что можно было бы выделить, это то, насколько вы вообще знакомы с мужчинами, насколько вы умеете с ними общаться, насколько вы их адекватно и полно можете воспринять, да, насколько вы можете их понять. Знаете? Вот. Опять же, что такое влюблённость? Да, влюблённость это, своего рода, идеализация. То есть, вы влюбляетесь в мужчину, когда вы влюбляетесь в мужчину, вы его идеализируете, но почти никогда не знаете. Почти никогда не знаете человека, ну вот, и почти никогда вы не знаете, что за ним стоит, что стоит за этим человеком. Знаете? Вот. И влюблённость, она как бы мешает вам. И чем сильнее, чем сильнее влюблённость, вот, тем меньше мы видим реального человека. И тем меньше у нас с ним реальных точек соприкновения человека. И тем меньше у нас возможностей завести с ним реальные, опять же, отношения, которые могли бы к чему-то привезти. Вот. Поэтому влюблённость это не любовь, а влюблённость это скорее такая потребность что-то получать для себя. Потребность что-то получить именно для себя. 22 года у меня никогда не было отношений ни с кем, что и в какой момент пошло не так. Подразделение мужчин и женщин на лагерях. Если можно так вот выразиться, то я бы сказал это вот так. Подразделение мужчин и женщин на лагерях. В буквальном смысле слова. То есть, есть лагерь мужчин, есть лагерь женщин. И этот лагерь, он в друг другу относится, знаете, как вот в древние времена. Ну не в древние, а в такие вот времена, да, например, средние века. Когда у женщин было одно положение, у мужчин было другое положение. Вот. То есть, это вот работает именно так. Как правило. Как правило. Вот. Поэтому, вот это и пошло не так. У вас отсутствует восприятие мужчин. Вообще понимал, некуда такие мужчины, что они всегда представляют. Вот. Я не побоюсь этого слова, если скажу, что в некотором смысле вы амазонка. Вот. В некотором смысле вы амазонка. Считалось, что все амазонки были лесбиянками. Хотя это на самом деле не так. Вот. Просто амазонки, они, вот, у них не было выбора. Но гетеросексуальные амазонки существовали, гетеросексуальные амазонки существуют. И, ну, эти люди, они ненавидели мужчин. Знаете, что мне? Вот вы, да, ненависти не дашь. Вот. Что, принципе, хорошо. Мама в детстве говорила мне, что папа умер. Я всегда почему-то знал, что это не так. Ну, также мама сама была неуверенна, неуверенна, что говорила, и чувствовали обман. Дети очень хорошо чувствуют обман. В более позднем возрасте выяснилось, что моя мама была его любовницей. Я не осуждаю ее. Любовь сложное чувство. Нет. На самом деле, любовь очень простое чувство. Люди просто склонны его усложнять. Вот. Люди склонны намешивать в любовь вообще всего, чего только нет. Ну, люди вообще склонны намешивать. Это вот честно сказать. Вот. Поэтому любовь это очень простое чувство. На самом деле. Очень простое. Ну, нет ничего словного. Ничего словного. Другое дело, что ваша мама была любовницей отца. И мало того, если его была любовницей, она решила и от него забеременела вами. И, в общем-то, на мой взгляд, это, м-м-м. Занеченная зонацелька. Это занеченная зонацелька. Это отсутствие своего собственного жизненного смысла. Это потребность в любви. Такая болезненная. И, соответственно, то же самое, как правильно сказал мой коллега, Кутрышев Игорь Леонидович, то за самое, вы переняли у своей мамы и точно так же вы себя ведете, как и ваша мама, вероятно. То есть, вы выращиваете любовь. Далее, вы пишите, в моем случае всегда невзаимна любовь, да, и очень болезненная. Вот, пожалуй, здесь ключевой момент, да, ключевой момент. Почему любовь болезненна? Да, вот почему любовь болезненна. Вот, для сравнения. Вот вы любите, например, ну, не знаю, есть у вас домашний питомец, кошка, например, или собака, или, может быть, попугай, змея, черепашка, кто угодно, да. Вот, а вы любите, любите этого человека. Вот вы любите это существо, извините, не знаю, как существо. Вы любите это существо, да. Оно вам, в общем-то, хорошего, оно вам не дает ничего. Да, в основном, особенно, если мы говорим о котах, о кочках, если мы говорим о ком-то вообще, кроме собаки, то эти существа нам ничего не дают спасать. Тем не менее, мы их любим, мы их кормим, мы о них заботимся, мы их лечим, если они болеют, да. Это любовь. Любовь-то, когда человеку ничего не требует заметно. И когда, например, даже кошка не обращает на вас внимания, или кусает, тарапает вас, вы не чувствуете боли, вы не чувствуете болезненности на психологическом уровне. Вот. А чтобы понять, что она не должна. Вы просто принимаете такой, какой она есть. А вот с мужчинами у вас так не получается. Вы не принимаете мужчин такими и такими, как Ионид, вы принимаете в контексте своих каких-то желаний. Это первое. И, скорее всего, потребность в любви такой же, как у вашей мамы. И второе, это то, что наличие невзаимности вы воспринимаете на свой счет. И вы думаете, оу, это со мной что-то что-то не так. Понимаете? Ну, все амазонники, они все считаются с ними что-то не так в глубине души. Вот. Все. Все. Вот все амазонки, все амазонки, все считаются с ними что-то не так. Потому что, есть сомнения вот в своей полноценности, да, в своей нормальности. Потому что, ну, природа, так как бы, она совершенно очевидно говорит, что, ну, как должна быть женщина, да, и как им должен быть мужчин. А этого не происходит. Из этого, отнюдь, не значит, что женщина не может быть гомосексуальной, как мужчин. Но из этого значит, что очень много людей не принимают свой выбор. А если и принимают его, то только в контексте своих желаний, своих потребностей. И все. И в этом проблема. Ключевая. 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 Ну, это психотерапия. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что, я надеюсь, что ваша ситуация, да, она разрешит.